В этом году планируем увеличить площадь бобовых культур, которую именно приоритет отдаем чечевице. В прошлом году мы попробовали вырастить первый раз, в этом году увеличиваем площадь чечевицы, нута. Ну, как бы сокращаем площадь подсолнечника. В связи с закупочными ценами на подсолнечник и стоимость семян, почтенные площади подсолнечника будем сокращать. А до сколько процентов? Вы имеете в виду подсолнечник на 20% сокращаемый. А у чечевицы, как бы вы нажали к вам, не сеяли ли вы нут? В прошлом году нут не сеяли, в этом году будем только первым. В прошлом году чечевицу попробовали первый раз посеять, получили урожайность 22 центера. Это из-под комбайна. 22, и цена реализации, ну мы сразу после уборки реализовали, цена 38.50 мы продали. Поэтому, как бы посчитали, ну, рентабельно, выгодная культура для нас получилась. А это все еще будет эксперимент или большой? Да нет, ну, в прошлом году у нас было, как бы, 250 гектар, в этом году на двух производственных участках, в одном 350 гектар и в другом 515 гектар. Уже это производственные посеи уже не эксперименты. А зима пшеница в общем объеме пассивных площадей, какую долю занимает? И меняется ли это голова? 40 процентов. В прошлом году, если было 50 процентов, в этом году 40 процентов зимы. По колоссовому пришествию не кусеете? Ну, процентов 10-15 у нас получается по колоссовому. А так, в основном, подсолнечник, крабс, чечевица, предшественники для зимы пшеницы. По колоссовым процентов 10-15 получается. Подводили ли вы в прошлом году итог, какая культура была наиболее ориентабельной? Да, чечевица и рапс зимы. Самое ориентабельное. Поэтому и в этом году, ну, понятно, не тысяча, но у нас всего 4 тысячи получается в хозяйстве. Ну, не тысяча, но 400 гектар рапса на одном производственном участке, 400 гектар рапса на другом производственном участке. Я уже сказал, чечевица на одном участке 350, на другом 515 гектаров. В этом году правительство России хочет ввести вводы на импорт семян. Об этом говорили еще в прошлом году. Как это отразилось на вашем хозяйстве? Как изменились цены на пассивные и деловы? Используете ли вы отечественную селекцию? Нет, отечественную селекцию подсолнечек не сеем. В основном мы отдаем приточение импортным гибридам. Но мы еще до Нового года заключили договор. Конечно, подорожание существенного на семена подсолнечника. Но мы заключили договор. Надеемся, что срыва поставок не будет. Лично ваше хозяйство в этом году, посевной, уже готово? По яровым и пропашным культурам есть ли семена? Насколько они увеличились в цене? По кукурузам мы заказали. Нам обещали, значит, зарезервировали объем семян. По подсолнечнику полностью мы закрылись. Купив переходящий фонд прошлого года. Не ждали, значит, поставок этого года. То есть купили на рынке то, что было на моем предложении. И этим, значит, закрыли свою потребность. По гороху мы являемся представителями Германского семенного альянса. Размножаем семена гороха. Представляем, значит, сорт саламанка на нашем рынке. То есть это как бы стабильный высокоурожайный сорт. При интенсивной технологии выращивания и возделания он дает самый высокий стабильный урожай. Поэтому рекомендуем нашим аграриям повышать свою рентабельность с самыми лучшими мировыми семенами, которые пока еще есть возможность купить и привезти, пока сотрудничество еще как бы не закончилось. По пропашным культурам семена импортные или отечественные? Или другого уровня? В нашем хозяйстве есть импортные семена лимогрейны, которые произведены на территории нашей страны. Ну и плюс, значит, семена басфа и пионера, который выращен тоже в нашей стране, а басфа привезенная, по-моему, турецкая. Цена на импортные и на отечественные семена пропашных культур, как изменилась? Ну, очень сильно подорожал импорт. Цены поднялись до 25-32 тысяч за пассивную единицу. Наши семена, как бы, заняли ту нишу, которую раньше занимали, значит, импортная линейка, то есть очень, тоже очень сильно подорожали. Как бы по урожайности, я думаю, что все-таки нароцентера 4-5 они дотягивать не смогут. Ну, вот, в принципе, корреляция, цена-качество соответствует, значит, нынешним реалиям. Последний вопрос, в вашем хозяйстве конкретно. Пассивные площади будут как-то меняться? Как вы так вот сокращаете? Да, подсолнечник сокращен. Ну, исходя из размера закупленного семенного материала, из пассивных площадей, как бы, да, структура немножко пересмотрелась в пользу гороха. Мы уходим на бобовые, то есть мы доводим, хотим, мечтаем до 25% сего ворота зайти на бобовые. А так у нас 4-х полный сего ворот более экономически целесообразен. Это азимы, подсолнечник, кукуруза, нот. И частично, где нет возможности зайти, химический пар. В связи с тем, что доступность по кукурузе есть, мы кукурузу подняли. По подсолнечнику кватируется, мы понимаем, что нужно нам помогать нашим семеноводам. Вводятся квоты. Ну, настолько это напряженно и все. И на рынке продавцы семян нас просто-напросто запугивают. Поэтому приходится, мы взяли 70% уже семян, взяли, ждем открытия квоты. Остальные 30% брали. И количество подсолнечника мы немножко убавили. Мы занимаемся пшеницей, выращиваем голозерный овес и чечевицу. В этом году планируем расширить посевную площадь, уйти чуть-чуть на бобовые. Сократили мы азимый клин в связи с ценами и вот такой обстановкой. Насколько сократили? Можно в процентах? Ну, процентов 30. 30%, да. А какую долю занимала пшеница у нас в севообороте? Ну, пшеница у нас занимала 70%, 70-80% в севообороте. То есть теперь пшеница по пшенице сейт не будет? Нет, нет. Мы уходим от этого вообще. Только по предшественникам соблюдения севооборота. Из бобовых что сеете? Из бобовых сеем уже 4 года чечевицу. Сеем чечевицу. Есть плюсы, есть свои минусы. Плюсы в том, что ценовая политика вроде бы все устраивает. Ну, а минусы – это в уборке. Нужно модернизировать комбайны, то есть жатки. Но цена нам чечевицу оправдывает? Цена, да. Цена оправдывает. Ну, последние вот 2 года чуть-чуть идет снижение по цене. Вот в связи с квотами. Сейчас ввели квоты на бобовые. Вот чуть-чуть цена просила. Скажите, пожалуйста, сколько у вас вообще выпадает осадков и какую урожайность получается? Значит, у нас осадка выпадает 250, по 300 миллиметров в нашей зоне. Урожайность, значит, у нас, ну, можно сказать, вот за 4 года стабильная. Где-то вот 15, 15-14 центеров. Это по чечевице, да. В общем, не цена? А, 45-40. Говорят, что там, где малая осадка, вообще выгоднее держать пары и в Ставропольском крае, например, на Востоке. Так и дело. Ну, Восточный... Вы не думаете об этом? Нет, нет, нет. Задумывались. Ну, пары, понятно, это не нами сказано, что это всегда страхуем, страхуем всегда накопление влаги идет, и мы можем в любой момент посеять. Но с учетом того, что сколько сейчас стоит ГСМ и все остальное, нужно провести 6-7 операций культивации. Вот. Ну, не рискуем. Не рискуем. Идем сейчас по бобовым, севооборот. Субтитры сделал DimaTorzok